Здравствуйте! Вы смотрите Вести Ульяновск на Россия 24 и в этом выпуске. Ульяновских программистов. Наши ребята сделали навигацию для читателей по библиотеке. Причем лучшую в стране. В честь святителя Луки Крымского. В Димитровграде осветили новый храм, а рядом появилась скульптура новомученикам и исповедникам Церкви Русской. За веру пострадавшим. Ульяновские школьники сегодня вышли с триместровых каникул. Дистанционки не будет, уроки идут в режиме офлайн. Как при этом соблюдается требование Роспотребнадзора и как работает утренний фильтр в учебных заведениях города, расскажет Игорь Кранц. Середина октября и школы вновь распахнули двери для учащихся. К этому факту в период пандемии родители относятся по-разному. Но все же большинство сходится в одном. Классическая форма обучения предпочтительнее дистанционной. То, что дает учитель, ни один родитель, даже будучи педагогом, дать не сможет. Ну а нам в два раза меньше работы. Если мы в школе, значит это только домашняя работа. Для учеников разных параллелей два отдельных входа. При этом на каждом обязательная термометрия. А тех ребят, кто по тем или иным причинам входит в здание без масок, настоятельно просят надеть средства индивидуальной защиты. В коридорах без них не обойтись. В классах по желанию. На сегодняшний день у нас рекомендовано ношение в местах общего пользования. То есть не на урок. Соответственно, мы учитываем также мнение родителей и медицинские показания. То есть некоторым детям в силу их заболеваний, так скажем, не рекомендовано носить данные маски. Также у нас в кабинетах установлены рециркуляторы. Носить или не носить маски именно в классах, мнения у родителей расходятся. Но своих чад пресловутыми сизами обеспечили все ответственные мамы и папы. ЦУ дали ему как следует. Да, то есть он несколько ему запасных масок дали. Потому что все-таки, если маску в школе носить, это довольно-таки, ну, определенные правила нужны, без сомнения. Их менять нужно постоянно. То есть, а дети маленькие, они не очень хорошо понимают, как нужно правильно хранить маску, как ее сворачивать, потому что они ее будут где-то снимать, где-то одевать. В городском управлении образования в ежедневном режиме будут отслеживать ситуацию не только по каждой школе, по каждому классу. Если, несмотря на все меры предосторожности, случаи заболевания коронавирусной инфекцией все же будут фиксироваться, решения об учебном процессе будут принимать совместно с Роспотребнадзором. Единичные случаи, те случаи, которые дети приносят из семьи, те случаи, которые дети привозят вместе с родителями с отдыха, они, конечно, имеют место и будут иметь. Но именно для этого у нас и вводится, и введен, и работает уже с 1 сентября фильтр утренний и в детских садах, и в школах. При этом со школьниками и их родителями постоянно ведутся и профилактические беседы, цель которых – кому-то напомнить, а до кого-то и донести, что все меры предосторожности – не пустой звук. Только за минувшие сутки в регионе зафиксировано 180 новых случаев заболевания COVID-19. Игорь Кранцев, Алексей Прохоров, Весси, Ульяновск. Губернатор Сергей Морозов встретился с руководителем Федерального агентства по делам молодежи Александром Бугаевым. В центре внимания оказались проблемы юного поколения и вопросы его поддержки в современном мире. Встреча проходила в стенах Ульяновского госуниверситета. В дискуссии участвовали руководители всех вузов региона, а также члены молодежных общественных организаций. «Вы выбрали непростую, но важную миссию», – отметил столичный гость. А также Александр Бугаев подчеркнул, что слова о том, что за молодежью будущее – не просто красивый лозунг. Вы непосредственно участвуете в реализации государственной молодежной политики, работаете с молодым поколением, занимаетесь воспитательной деятельностью. Это очень важно, это очень непростой и не всегда благодарный труд. Но от этого не становится обидно значимым. На встрече стороны подписали соглашение о сотрудничестве между Ульяновской областью и Федеральным агентством по делам молодежи. Также они обсудили ряд проектов, которые могут быть реализованы в нашем регионе. В частности, в следующем году, если позволит эпид-обстановка, на Ульяновской земле может состояться встреча молодежи стран БРИКС. Кроме того, область примет участие в проекте «Айти-долина», а также в ряде международных и российских молодежных программ. Уникальный проект, которого практически нет не только в нашей стране, но и на нашей планете, потому что в условиях таких вот коренных изменений государства, общества, человека, мы в любом случае хотим уделять особое внимание человеку. Нам доверили организацию такого огромного мероприятия, как собрать всех молодых управленцев со всей страны. И мы понимали, что это не просто так, потому что на протяжении двух лет подряд нас отмечали с точки зрения того, что мы занимали позицию лучшего молодежного правительства Российской Федерации. Представители ряда организаций и специалистов по работе с молодежью наградили благодарственными письмами губернатора и Федерального агентства по делам молодежи. И тем временем программисты из Ульяновской области покоряют интернет-пространство. В полуфинале цифрового прорыва флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» команда из Димитровграда заняла первое место. Студенты создали удобный цифровой инструмент для поиска нужных книг и полезных услуг в библиотеке для читателей. В учебной лаборатории пообщался с ними Павел Игнатьев. Стандартное задание по основам алгоритмизации занимает полтора часа. Уже на первом курсе айтишники с легкостью составляют экзаменационную блок-схему и создают для нее программу. Были указаны все нюансы, которые мы должны были учесть при разработке программного продукта. И исходя из этих данных уже была составлена программа. Цифровые уравнения решаются в каждой из восьми учебных лабораторий. Привычный образовательный план уже в первый месяц обучения разбавляет хакатонами и конкурсами, где встречаются лучшие российские программисты. Чтобы они понимали, что они не слабее других. И что у нас в городе Димитровграде Ульянской области тоже сильные есть специалисты, которые могут участвовать в мероприятиях всероссийского и международного уровня. И у нас таких побед очень много. Заявиться на цифровой прорыв крупный айтишный хакатон решили четверо местных первокурсников. Команда с чисто программистским названием DropTable противостояла 100 другим коллективам. Более опытным, но, как показал проект, не таким изобретательным. Разработанный студентами веб-сервис организаторы признали лучшим. Студентам уже сейчас пророчат большое будущее. Мне кажется, это реально крутая история, которая показывает, что цифровые мозги в России есть. Они хорошо думают, делают хорошие решения. Решения ребят из DropTable удобные для читателей навигации по библиотеке. С помощью мобильного приложения можно узнать, есть ли книга в наличии. А удобный навигатор покажет, где она хранится. Секцию, стеллаж и даже полку. С помощью наших фундаментальных знаний, которые мы получили в техникуме, мы сделали все по техническому заданию. То есть наш сайт полностью сделан под техническое задание. Никаких новшеств. И заказчику это понравилось. После триумфального выступления на цифровом прорыве у студентов появился первый в их жизни серьезный заказ. Осталось довести до ума все ту же навигационную систему. Для первокурсников это несомненный успех. И дело не в деньгах, признается в DropTable. Гораздо важнее знать, что старания прошли не зря. Труд оценили, а их разработка действительно пригодилась. Павел Гнатьев, Татьяна Дудина, Дамир Губеев, Сергей Леонтьев. Вести Ульяновск, Димитровград. За эти выходные в нашем регионе произошло 40 аварий на дорогах, у которых 10 человек получили травмы и двое погибли. Госавтоинспекция констатирует, что за рулем стало больше пьяных водителей, которые являются прямой угрозой жизни окружающих. Если вы стали свидетелем вождения человека в нетрезвом виде или узнали, что кто-то собирается сесть пьяным за руль, примите меры. Остановите потенциального убийцы или срочно сообщите об этом по телефону 736-735-736-736 или по телефону 112. Епископ Диодор в присутствии жителей Димитровграда и гостей забластного правительства осветил новый храм святителя Луки Крымского. Фундамент церкви заложили пять лет назад, и вот на бывшем пустыре теперь возвышается храм. Рядом с ним появилась детская площадка, аллея и сквер. В самом храме откроются воскресная школа, библиотека и читальный зал. Вот так появился новый центр духовной жизни в Димитровграде. Искренне считаю, что храм станет настоящим украшением нашего замечательного города, его яркой достопримечательностью. Святитель Лука – человек удивительной судьбы, всецело посвятивший себя делу милосердия. Он смог совершить невозможное. Соединить врачебную деятельность хирурга и глубокую веру православного архея. Святитель Лука был ученым с мировым именем. Его научные труды стали основой для многих медицинских учебников. В 1923 году епископ, на тот момент уже профессор, был репрессирован. Ему пришлось пройти через три ссылки. Когда началась война, святитель написал письмо председателю Президиуму Верховного Совета с просьбой направить его в госпиталь. Его услышали, и в первые годы войны Лука проводил по четыре операции в день. Позже он вернулся к церковной службе. Сначала в Красноярске, а затем в Тамбове и в Крыму. При этом окончательно реабилитирован святитель Лука был в 2000 году. Есть куда прийти, и в радостные дни, и сегодня, естественно, я, у меня такой душевный трепет. Благодарность всем, и батюшкам нашим благодарность, и владыке нашему, и всем. Чувства, конечно, переполняют. Духовный подвиг священников 20 века увековечен памятником. Прихрамовую территорию теперь украшает скульптура, которая называется новомучеником и исповедником Церкви Русской за веру пострадавшим. Заниматься самолечением и пить антибиотики для профилактики коронавирусной инфекции не стоит. Такие рекомендации дает главный врач медсанчасти Юрий Келлин. Кто сейчас находится в ковидных госпиталях и как их лечат, об этом сегодня в программе «Тема дня». Смотрите актуальное интервью после прогноза погоды. На этом все. До завтра. Вы смотрели «Вести Ульяновск». В ближайшие сутки атмосферное давление будет слабо падать. Ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер западный, умеренный днем до сильного. Температура воздуха ночью по области минус 4, плюс 1, в Ульяновске около нуля. Завтра днем по области плюс 6, плюс 11, в Ульяновске плюс 8, плюс 10 градусов. В лесах области местами сохраняется высокая пожарная опасность 4 класса.